Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами дачно-фото-эпопею. К сожалению, тут произошел небольшой казус. Там, в лесу. Не знаю, или опрокинули, или упало оно. Ну, короче говоря, когда я пришел, была оторвана крышка. А вот она. Вот. Эти, ну, это вот удара раскололись. То есть, слава богу, стекла, мои замечательные стекла, целы. Это уже меня радует. Видите, как может выглядеть простой бачок для мусора. Ну, это не мусор, это папир, бумага, картон и так далее. Так. И что делать? Принес я сюда хозяйка меня спрашивает, а в чем дело? Почему? Здесь, она уже у тебя там, у Марианы была. Я ей показывал. Я говорю, ну, вот от Марианы пришлось уходить, потому что она меня достала просто-напросто со своими сказками про то, что 50 лет они держали в красоте и в райском состоянии. Теперь я пришел, что-то делаю постоянно. Теперь она жаловалась, что я поставил этот маленький сарайчик за домом, который не видно, никому не мешает. ну, я предупреждал себя, что 83 года ясно, что с головой. Я говорю, вы хотели как? Вы хотели, чтобы я косил и сидел просто на озеро смотрел, потому что вы против в гриле. Вы против того, что я тут фотографирую, то есть вид не к счету. Вы против всего практически. Ну, я говорю, тогда я пошел. Сейчас я съездил, ну, видите, у меня полная машина дров. Я вам еще расскажу об этом. Так. Тут в этом доме, где я брал дрова, со мной еще поделились всякими штуками. Там же у них я и цветы пригреб. Ну, в общем, очень интересно. Ну, вот наше бывшее место пребывания. Как видите, гриль исчез. Я положил туда хорошую землю, прикрыл травой. Здесь тоже забрал все. гороху из своих ящиков. В общем, теперь мне осталось убрать сегодня еще мой ящичек, который я все складывал. Вот он. я уже открепил, поэтому он свободно стоит. Сниму дверь, он будет легкий и утащу его сегодня. Пусть бабушка наслаждается своим раем дальше и сама косит, если ей так хочется. так, ну, мы пойдем посмотрим, куда мы переехали. Это уже за этот месяц, наверное, или за два месяца, третий раз, да? Как я сказал, мне вот мои сдатчики, они же хозяева эти дачи, теперь предложили занять вот эту полосу, вот эта полоса, это все теперь манево. Я вам расскажу, что я здесь планирую. Первый я сюда поставил ботенок свой, потому что озеро, вы видите, озеро здесь, ну, буквально стало на 20 шагов дальше, то есть уже хорошо. Теперь пойдемте посмотрим, что внутри. ознакомьтесь, это наши тоже соседи, только для рекса, это хекса, то есть ведьма, вот, а это у нас нехайка, кики, а это у нас кики, вот эти, этому 14, по-моему, это помоложе, но вредно, не даром ее называют хексой, то есть ведьмочка. Итак, что я здесь запланировал, ну, во-первых, вы видите, удачно удалось перевести более-менее, да, огурцы не повяли, кажись, единственное, что укроп, наверное, перекопался все-таки, а эти я вытащил, которые уже выросли, и посадил сюда горох, я думаю, будет расти, ничего ему не будет, здесь у меня гладиолусы, так, здесь я поставил песок, для чего? Знаете, мы здесь будем с вами делать японские садики, когда он высохнет, можно будет очень красиво делать здесь камни класть, вот, всякие закорючки делать и фотографировать, тоже, как одна идея. здесь я буду ставить свои домики всякие разные, фотографировать, посажу сюда какие-нибудь цветочки, подсажу такие полевые тоже, сюда я перенес четыре платы, просто поставил маленький свой гриль, здесь уже сюжеты, видите, присутствуют, то есть, я сюда ставлю, фотографирую тоже, вот это я сегодня собираюсь фотографировать, стоит наготове, так, здесь будет будка, рексовая будка и для хекса сделаем еще рядом, так, вот это мы превратим в альпийскую горку, здесь бродят разные животные, ну, вот это уже не животные, тем лучше ее можно использовать для фотографий сейчас заберу, то есть, я хочу здесь камни положить, вот видите, а это вот животное, да? нет, тоже не животное, тоже не животное, я хочу тут камнями обложить, так, и мухом, и будет красиво, и хорошо, так, сюда же я поставлю для фотографирования дверцу нашу, хорошо, тут еще есть у нас принцесса, да, принцесса, но она не совсем похожа на принцессу, но так ее зовут, эту горку, да, вот, вот сюда я перетащил все свои дрова, для того, чтобы делать будку, вот что мне удалось прихватить еще вместе, вот такая мрамонная каталка, посмотрите, вместе с досками, старая овощерезка, желтенькие, красивенькие такие чашечки, и сок просыпать, если она понадобится, а это вот хорошая гриль пфана, то есть грильная сковородка, почистить все будет красиво, хорошо, так, это я взял для декорации, вообще-то это давить картошку получается такой пюре наполовину, так, разные стаканчики, вот это очень красиво, я в нем сегодня буду снимать, кружки, розовая, белая, и какая-то мисочка, мысли написано, вот, у меня просто крышка, одной крышки не хватает, и захватил с кастрюлькой, так, ну, и вот, пожалуй, все, что я вам сегодня хотел показать, это сменится, как говорят хозяева, поставят другую, красивую, и говорят, что мои внуки здесь могут спокойно играть в песочек, качаться на карусельках, кушать что-то с грядки, я надеюсь, что мне здесь повезет больше, чем во всех моих других локациях, пожелайте во всяком случае мне этого, ну, а я с вами прощаюсь, сейчас сделаю видео, и мне надо заняться дальше своими делами, ну, все, а, если хотите, я вам буду показывать, как я строю будку, если надо, кому-нибудь, а если нет, я так построю, ну, давайте, всего доброго, пока.